МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Хороший день, жарко. Вот видите, меня даже настолько жара достала, что я постарался, как традиционно, каждый год делать себе немножко свежее голову. Так что на свежую голову сегодня у меня очень-очень интересный гость. Гость ваш тоже, потому что то, что вы сегодня узнаете и познакомитесь, я думаю, доставит вам огромное удовольствие. Вообще встречаться и общаться с человеком, который имеет какую-то свою цель в жизни, притворяет эту цель, делает все возможное, чтобы воплотить себя в этой единственной, как он считает, жизни – это всегда интересно. И сегодня у вас есть возможность с такой личностью познакомиться. Зовут эту личность, это прекрасная, симпатичная, очень обаятельная личность, Сэнди Симона Левитан. Она автор и исполнитель моноспектакля «Лост ин Львов». Потеря во Львове, наверное, так можно перевести, но мы еще поговорим с автором. Сэнди Симона Левитан. Я приветствую вас. Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, очень приятно, что вот автор, исполнитель и такой молодой, и такой, в общем-то, уже известный, да, у нас сегодня в понедельник в гостях. Правда, меня предупредили, 13 число, понедельник, это все, знаешь, ты должен быть очень осторожен. Ну, я думаю, нас это не смущает, да? Нет. У тебя есть какое-нибудь число, которое для тебя, ну, так сказать, счастливое или несчастливое? По-моему, день рождения. Это счастливое? Счастливое, тоже как-нибудь думать, целый год, что случилось, когда я хочу поехать, что я хочу сделать в следующий год. То есть ты так серьезно относишься к своему дню рождения? Да, я очень серьезно, я очень серьезно. Мне нужно как целый день медитать, подумать, все, что... Ты ставишь планы на следующий год? Да, конечно. Вау. А в Новый год? Новый год то же самое, но день рождения... Это для тебя более важно? Да. Молодец. Ну, смотри, прежде всего я хочу уточнить. Ты родилась в Америке. Да. Поэтому твой русский язык, скажем так, прекрасен. Прекрасный русский язык. Ну, потому что ты же не ходила в русскую школу? Нет. Нет? Среднеобразовательную школу в каком-нибудь районе города Львова? Нет. Нет. И даже когда я была маленькая, я не хотела говорить по-русски. Я не хотела. И когда мама и папа говорили по-русски, я сказала, я не понимаю. Я ничего не понимаю. Но по секрету мне очень как было интересно, что я могла другой язык знать. Я могла говорить какой-то как по секрету. С бабушкой и дедушкой только по-русски. И потом, когда они умерли, я не была ни с кем. И я понемножку сама научилась еще сама в школе. Ну, вообще, из того, что мы с тобой разговаривали, я понял, что ты очень самостоятельный человек. Но самостоятельность ведь не бывает без родителей. Как ты считаешь, твоя самостоятельность, она, мы потом будем говорить, больше о твоей самостоятельности. Но это ты считаешь все-таки наследственное или нет? От мамы с папой? Да. Вот они самостоятельные у тебя люди? Да. Вот они взяли и уехали. В каком году вы уехали? 1978. 1978 год. Да. У нас есть несколько фотографий, и мы с них начнем. С этих фотографий. Ну, начнем мы как бы с таких, вот у нас есть восьмая фотография, восьмая, да, и седьмая фотография. Вот эти вот две фотографии, я, да, вот восьмая фотография, я понимаю так, что это Рим, да? Вот можешь взглянуть. Это Рим, это твоя мама, да? Да, мама. Папа, брат. Это мама, брат и дядя, дядя Сеня и бабушка. По-моему, папа фотографировал это. А, понятно. Да. А это твой маленький братишка, который приехал. Да. Он там рожден, а здесь уже взрослел. Да. Все понятно. И еще одну фотографию, седьмую мы покажем. Это твоя мама. Да, это когда они... Скажи, пожалуйста, это Львов, это где-нибудь на улице Ленина? Нет, это в Бруклине. Это их не первая. А, самовар тоже в Бруклине, да? То есть они не могли расстаться с самоваром? Они, по-моему, нашли где-то этот самовар, на какой-то гараж сел или что-то. Но это их не первый телевизор и первая квартира. Они, мама мне говорила, что они жили в маленькой-маленькой студии. Все жили в маленькой студии, когда они приехали. Как зовут маму? Инна. Как зовут папу? Жене. Как зовут брата? Игорь. Ну, его американское имя Гарри. Гарри. Гарри, да. Гарри, окей. У него американское имя Гарри, все понятно. Но тогда мне хочется сказать или спросить, у тебя тоже американское имя? Да. Сэнди. Сэнди Симона Левитан. Да. Ну, одно слово тут понятно. Левитан. Да. Сэнди Симона. Почему Сэнди Симона? Окей. Когда я родилась в Америке, мама хотела, чтобы мое имя было что-то с S. У нас дедушка, его имя было Симеонович, и папа сказал, не за что, не будет никакой Симона, Сима, ничего, я не хочу это. И они думали, думали, и был очень известный фильм, называется Грис, с Джон Траволта, и была песня, была на радио всегда, и была такая Сэнди, бэйби, и мама, это ей понравилось. И мама сказала, Сэнди, может быть, Сэнди, и папа сказал, Сэнди Кэнди, она будет сладкая. Сэнди Кэнди. Да, и они меняют Сэнди Кэндичка. И тебя так и называют иногда, бывает такое, что тебе обращаются и говорят, о, Сэнди Кэнди к нам пришла. Да, да, Сэнди Кэндичка, да. Да, это здорово. Скажи, пожалуйста, но все-таки сегодня ты у нас гость, как вот автор и исполнитель моноспектакля «Лост ин любовь». Чтобы люди, которые сейчас смотрят наши телезрители, могли себе представить, что все-таки ты действительно разнообразная, скажем так, в разных лицах, и ты актриса, я бы хотел показать пока только одну фотографию. Первую фотографию мы покажем, и наши телезрители вот увидят тебя вот сейчас на экране, ты в исполнении этой роли. А вот теперь давай мы с тобой вернемся в твою молодость. Скажи мне, пожалуйста, откуда у человека появляется желание стать актрисой, при том в русской семье, живущей в студии в Бруклине с самоваром на телевизоре? Откуда появляется? Как это происходит? Откуда у тебя это пришло? Когда я была маленькой, мои первые как memories, что я помню, была моя тетя. У меня тетя Аня, мамина сестра, и она со мной занималась. И когда у нас был какой-то гость или день рождения, что-то у нее дома, она со мной, как мы какой-то спектакль сделали вместе, танцевали. Была ее идея? Ее идея, да. И она сказала, Сэндичка, потому что как мое американское имя по-русски, Сэндичка. Давай мы вместе будем танцевать, и у меня есть вот эти стихи, и я одену вот такой костюм, и ты можешь тоже иметь костюм. И я помню, я сидела, там было как колбаска, и все на стол, и тетя Аня, она выступала, и я видела, я говорю, ах, такая красивая, такая интересная. И даже когда все были как расстроены или что-то случилось с семья, тетя Аня, она всегда была как... Энергия, энергия. Да, энергия, и я всегда на ее смотрела, как... Я хотела быть как она. Я хотела, чтобы когда люди были около меня, чтобы я могла выступать и сделать что-то, чтобы им было легче. А вот в каком возрасте ты помнишь себя вот такой вот восхищенной, скажем так, с такими глазами, как сейчас, кстати, восхищенной? Да, по-моему, 4-5 лет я помню, это было как первое впечатление. Да, я помню тоже, когда у меня брат, он, его 13-й день рождения, бар-митсвы он имел в русский ресторан, и есть фотографии, музыка, это первый раз, что родители привезли меня в ресторан, и там музыка играла. И я так, я так пошла, и все, я танцевала, и люди кушали, и смотрели, кто это вообще? Это маленькая девочка, и я была как... Все, это было как... Лев, все в дом меня. И после этого мама думала, может быть, на танцы нужно. И тебя повели на танцы, танцевальную студию? Скажи, пожалуйста, а вот тетя Аня, о которой ты так говоришь, ее нету, да? Нет. Она ушла. Она была актрисой, кто она была? Да, когда она жила в Советский Союз, в Львове, в Украине, она работала как коммуникационер, какой-то, я не знаю, нормальная работа, но она всегда в театре как бежала. Тянулась. Ее муж, он был тоже, как... Он стихи писал, и он был фотографер. И они вместе имели такую любовь, очень passionate, я не знаю, как сказать по-русски. Вместе все смотрели, как они танцевали, цыганку вместе. И тетя Аня, да, она, когда она приехала в Америку, она была компьютер-программер, программист. Это ее не напрягало? Она имела какое-то свободное время со мной выступать. И я помню, что даже, по-моему, если она работала как программист, она там выступала тоже. А у нее дети были? Да. А дети ее не выступают? Нет. То есть она в тебе видела вот какое-то такое зернышко, которое она пыталась удобрять, поливать и взращивать. Она всегда со мной занималась, всегда. Когда она приезжала, она только... Я в Ферлоне, это где, в Нью-Джерси, где я как жила, как маленькая девочка, и она тоже там жила. И она ко мне всегда пришла, и мы танцевали, мы говорили, мы как хохотали. Ты считаешь, что это вот то, что ты стала актрисой, то, что ты сейчас делаешь, это благодаря тете? Да. Или в тебе это все равно бы проявилось? Вот как ты считаешь? Я думаю, что это для моей семьи, потому что мне интересно их история эмиграции и их секреты. Я пишу, и Lost in New World, что я написала, это про их секреты, что они не могли рассказывать, они не могли выступать. Вот такие секреты, было как тихо-тихо, не говори, не говори. И тетя Аня, я видела, что она была другая, и все семья были очень спокойны. И эмиграция немножко тяжело. Я помню, что не было как свободно и всегда весело. И я думала, может быть, я могу что-то сделать, что я первая американка здесь родилась. Может быть, я могу что-то сделать, что как на другую generation, чтобы имела возможность, чтобы повернуть немножко и сделать как мой марк. Повернуть, что повернуть? Секундочку. Да. Это просто ты так слово употребила? Или ты думаешь, что что-то такое, ну я не знаю, повернуть, чтобы сделать себе приятнее, чтобы больше знать? Чтобы сделать что-то прекрасное, а что-то, что очень больно. И это мне очень интересно. Чтобы что-то, что больно, я не знаю, если порабельно я говорю, но... Правильно, правильно. Чтобы иметь возможность с моей историей, моей танцами, моей песней... Хорошо. Тогда мы просим сейчас, чтобы нам показали первый видеофрагмент. У нас есть возможность посмотреть какой-то небольшой... Вообще, сколько времени длится весь спектакль, моноспектакль? 60 минут. 60 минут. И мы сейчас попросим показать первый фрагмент вот этого спектакля, который называется Lost in Lvov, Потери в Львове. Ну, мы смотрим только с вами несколько минут. It was always very confusing for me to be a Russian-American Jew. I was never fully accepted by the Russians, because my Russian wasn't good enough. You can say, I'm a poor, I'm a poor, I'm a Russian. And I was never fully accepted by the Americans, because I said things kind of funny, like Salomon and Fred of Joe's, because that's how my mom calls it. И я пою здесь, это мой голос. Музыка, мы все вместе с музыкантами, мы сами это все сделали вместе. Ну, Сэнди, you wanna kill me? Женя! Женя, посмотри! Your daughter wants me to die! Это смешная история, как мама всегда хочет сделать мне вот эти сетапсы с мальчиками, русской мальчиками. Знакомство. Вот это бабушка, я играю бабушку. Вот это бабушка, я играю бабушку. Как она встретилась с дедушкой. Это тетя Ана, цыганка. Она не хочет быть кругом. Это тетя Алла. Это очень известная гириш песня. Ты играешь, одна играешь и маму, и бабушку, и тетю, и себя. Да, и папа, и очень многое, и другие люди тоже. Больше 20 персонажей я играю. Ты играешь? Да. Когда семья видели, вот первый раз, я не могла верить, что я все как чувствовала, когда я была маленькая, я все видела, все слышала. И этот клип, оно смешанное, очень многое перформансы я выступала, это от многое, потому что я выступала в кафе, театре, дом. Это была тетя Анина очень любимая песня, вот эта, я так люблю, и она вот так танцевала. Это группа, кто играет со мной, они из Лос-Анджелес, очень известная группа, называется Parrish Chansons, они русская и французская музыка играют. Я с удовольствием посмотрел весь спектакль, весь, мне вам показалось, короче, чем 60 минут, намного короче. Но в любом случае, мне кажется, то, что вот сейчас мы видим, один человек играет много-много-много характеров. Скажи, пожалуйста, вот в конце фильма написано, что этот фильм получил там награды, у него есть награды и так далее. Скажи, пожалуйста, это был конкурс? Как все это произошло? Почему ты вдруг взялась за эту тему? Когда я уехала в Лос-Анджелес получить мой мастерс, я там учила, там было очень тяжело мне, и я не чувствовала, что у меня была возможность играть роли, какие я хотела. Я хотела не только быть актрисой, я хотела танцевать, петь, писать, я хотела это все. И я видела где-то театры, они спросили, у нас есть возможность 20 минут что-то представлять. Если вы хотите, напиши к нам немножко, что вы хотите представлять. И я сказала, ой, да, у меня есть вот такой пись, я написала, я даже не написала, у меня было в голове. И они меня выбрали, и я сказала, окей, мне нужно написать. И я начинала, 20 минут я написала, только три монологи. И им понравилось, и они сказали, давай еще 20 минут. И через 6 месяцев я еще 40 минут. И потом после этого люди, кто приехали и увидели меня, они сказали, тебе нужно еще больше, музыка нужна. И все, я сказала, окей, я немножко еще напишу. И когда я выступала в Hollywood Fringe Festival, это большой фестивал, и очень много людей, кто я не знала, русской, еврейской, пришли, и они как, нужно еще, нужно еще. И люди ко мне подошли, у меня есть история, я хочу вам сказать. И у меня случилось вот такое, я чувствую, как я ты, как мама, баба, и все. И очень много людей мне говорили их истории, и я писала, 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 и понемножку я приехала в Нью-Йорк, и здесь большой фестивал. И я даже не думала, что там есть какие-то премии, ничего, я просто, я выступала в этот пись в Лос-Анджелес, и я приехала здесь. И когда я выступала, они мне дали вот такую премию, Best Satire, это как самая смешная пись. И я думала, это не смешная, это очень dramatic, почему вы здесь все на меня смеются? И от этой премии они мне приглашали, чтобы поехать в Варшаву, чтобы на их европейский фестиваль, чтобы я представила свой спектакль. Да, мы еще поговорим о твоей поездке в Варшаву, твоей поездке во Львов, но что вот интересно, когда я ознакомился с этапами, этапами твоего большого пути, твоей жизни. В общем-то, ты в самом начале пошла все-таки в журналистику, а не в актерское, в актрисы. Почему и как это все происходило? Мама и папа не разрешили. Они сказали, нет, никакой актрисы. Никакой актрисы. Никакой актрисы, и я думала. А почему? Они сказали, мы не приехали здесь, чтобы ты была актрисой. Нельзя вот так. И я сказала, мама, почему на танцы и театр? Каждый день после школы, когда ты меня прислала, вот там. Я любила, и мне было, как, я чувствовала себя. Я всегда была, как, очень, у меня в голове всегда было очень много идей. Я не могла иметь возможность, чтобы, как, успокаиваться. А когда я была на танце или театре, я чувствовала, как, как себя. И я, и я сейчас вот так, я могу. А можете спросить? Скажи, пожалуйста, вокруг тебя, вокруг тебя много таких молодых девушек, ребят, вот таких же заводных, энергичных, неспокойных? Нет. Все мои подружки, они, давай, после работы, давай мы пойдем гулять где-то. Happy hour. Я говорю, нет, я не могу, мне нужно написать, что случилось сегодня на работе и на вот дневнике. Ты ведешь дневник? Что? Ты ведешь дневник? Да, да, конечно. У меня есть план. Каждый день ты его пишешь? Да, или я хочу пойти на танцы, я очень люблю танго. И мне неинтересно после работы, после, просто пойти погулять и поговорить про ничего. Я хочу, мне всегда хочется что-то иметь experience. Сколько тебе было лет, когда ты начала самостоятельную жизнь? 16. Это было самостоятельно? Да, и потому что я... Ты поселилась в Гарварде, да? Нет, нет. Ой, в Гарлеме? Да, в Гарлеме. Да, 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 потому что я кончила high school, когда мне было 16, потому что я не пошла в первый класс. Я перешла в kindergarten, называется, по-английски, до second grade. И я всегда была как младше всех, и потом, когда я кончила high school, я уехала в college, в университет, и я там училась 4 года, лет. И потом после этого я сказала, окей, все, я уезжаю в Нью-Джерси, в Гарлеме, и я там жила. В Гарлеме? Да, да. Это не страшно, нет? Жить в Гарлеме? Нет, мне было хорошо, мне было хорошо. Моя комната, я сама зарабатывала, и я там, я училась в студии акции. Ты сама зарабатывала, родители не помогали тебе? Почему? Они сказали, ой, ты хочешь быть актрисой? Окей, попробуй. И я сказала, вы увидите, я сделаю, вы увидите. И они меня как, они всегда думали, окей, она приедет обратно, и она будет что-то другое. И потом, после 4 лет, что я вот так жила в Нью-Йорке, я сказала, окей, я уезжаю в Лос-Анджелес, я хочу мой мастерс дегри. И они думали, ой, да, окей, мастерс дегри. Мастер в журналистике или в актерстве? Актерстве. Актерство, да. Да, я сказала, я буду профессор, я буду профессионал актриса. Я не буду как все, я хочу быть серьезной, интеллигентной. Это мне жизнь, это не просто как хобби, это что я хочу, что у меня как сердце. Всегда я не думаю, что я как все другие. У меня есть очень много идей, и я не хочу просто жить и не иметь возможности. Но, понимаешь, тут есть один такой вопрос, я не знаю, сейчас его задавать или после задавать. Ты рассказывала мне о том, что у тебя мама много знакомила с мальчиками. Ну, это нормально, я ничего плохого в этом не вижу. Она хотела бы, чтобы была семья, чтобы у мамы были внуки. Я хочу тоже. А, ты тоже хочешь, да? И поэтому она тебя знакомила. Но мы об этом поговорим после рекламы, после перерыва. А сейчас у нас еще есть несколько минут. Я хотел бы вернуться к этой истории Lost in L'Wave. Ты поехала, ты получила премию, получила премию здесь, на Бродвее, да? Получила премию права поездки в Польшу. Да. Но ты не сама поехала, ты поехала с мамой. Да. Почему? Значит, где твоя самостоятельность? Потому что я знаю, что мама не имела возможности, когда она была, и в моем возрасте, ничего делать, что она как ее мечты. Никогда она, они просто не хотели, не нужно было работать, и дети, и все. И я чувствую, что я написала этот пись для моей семьи. Я написала, она про мою маму, про эмиграцию, про тетю, про бабу. И я бы хотела, чтобы они все со мной всегда поехали. Я даже спросила, если я пригласила, если мама хотела сегодня приехать. Я хочу, чтобы она имела, она чувствовала, что это для нее, это все для нее, это для папы, это все они для меня сделали. Я хочу, это не просто как superficial, это очень важно, что я пишу, это про наши эмиграции. И очень много людей, кто тоже самое имели вот эти истории, и никогда не думали, что, о, кто-то будет интересно знать, как у нас было, как эмиграция, как у нас. Даже я, первая американка, очень много детей, кто, как я здесь родила, им не интересно. Вот я как раз хотел спросить, скажи, пожалуйста, вот ты интересуешься историей своей семьи, эмиграции, все. Да. А как у тебя создалось впечатление, люди хотят это помнить и знать или нет? Больше в своей части. Некоторые люди... Некоторые или больше? Больше очень, очень любят, и они, как я говорила вам, что они после спектакля, они ко мне плачут. И как я никогда не думала, что я увижу вот такое представление. Но некоторые люди, они очень как расстроены после, они не хочут помнить это, они не хочут, они не могут верить, что я как делаю замечание про Советский Союз. Как вы могли вот это сделать, и be careful, как не говори вот так, ты будешь, никто не будет с тобой работать. Я говорю, мы в Америке, я могу говорить, что я хочу, я могу представлять, что я хочу. И это потому, что я пишу про это, потому что в Советский Союзе, во Львове вот это время нельзя. И я хочу, потому что у меня есть возможность сказать, что случилось. И я знаю, это не только в моей семье, это очень много имели вот такой experience, и некоторые очень со мной после, но не все, больше всего. Их смущало, их как бы напрягало то, что ты называла, ну, как бы свое мнение высказывало, что там было плохо. Да, и плохо, и тоже, как я делаю замечание на мою маму, но это от любви, это от любви, я так люблю. А мама понимает, что это от любви? Или она тоже обижается? Нет, мама такая смешная, так хохотает, и она всегда говорит, да, конечно, Сэнди вот всегда вот такая, она всегда. Даже когда я была маленькая, я всегда, когда я говорила, что я не понимаю по-русски, я не понимаю, что ты говоришь, когда она со мной говорила. И потом по-английски я делала замечание на ее акцент, и, ну, это было от любви, и она всегда говорит, ты будешь очень известная. Но она понимала, что от любви. Смотри, людям ведь не очень приятно, когда говорят им замечания, нет? Ну, эти замечания, они как от сердца, и у меня есть этюд в моей писке, как мама говорит некоторые слова, что когда я была маленькая, я не знала, вот это неправильно, как салмон. И когда я с американскими друзьями говорила, я салмон хочу, и они говорят, нет, это салмон. Ну, я не знала, мы говорим о рыбе, да, о рыбе, да, или некоторые, like, Trader Joe's, магазин все любят, мама называет Trade of Joe's, и я не знала, и эти маленькие как слова я сама как не знала правильно, и это смешно, это как, когда я говорю по-русски, некоторые люди на меня делают замечания, и мне как, я стараюсь, я здесь родилась, и, ну, если от любви чувствуется, что это от любви, и этот peace lost in Lvov, это только от любви. А где вы в Польше были? Я выступала в Варшаве, и мама поехала со мной, и ей было очень, как, experience, она, она не могла верить, что она приехала в Америку от Lvov, и ее американская дочь получила премию поехать в Польшу, окей, может быть, где-то в Америке выступать, в Вашингтон, D.C., но в Польше... Да, но потом мы поехали во Львов, но об этом мы поговорим уже с Вами сразу после рекламы, так что, пожалуйста, Ваш чай, кофе, а потом смотрим с Вами продолжение нашего разговора, нашей встречи с Энди Симона Левитан. Реклама. 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 Робин Ахман сказал, весь наш мир – это очень узкий мост, и самое главное – ничего не бояться. Не бояться сочувствовать, не бояться помогать, не бояться быть щедрыми. Невский Яблоков. Илья Левков представляет интеллигентам, интеллектуалам и всем, кто любит читать новинки издательства Либерти. В издательстве Либерти рукописи не горят, они возрождаются. В Либерти вышла рукопись барона Анатолия Александровича фон Дельвига, записки потомка предков благородных. Мемуары очевидца двух эпох – 1875-1936. Автор посетил сей мир в его минуты роковые, описывая последние годы Российской империи, семей Толстых и Аболенских и первые годы СССР. Дядя автора был близким другом Пушкина в лицее. 500 страниц, фото из семейного архива, подписчикам RTN, скидка 50%, 28 долларов, включая пересылку. Заказы по адресу Либерти, Пио Бакс, 1058, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10-024, телефон 212-213-2126. Ваше русскоязычное американское издательство Либерти предлагает вам лучшие книги на родном языке. Внимание! В пакет RTN Platinum входит 12 лучших телевизионных каналов на русском языке. RTN и RTN Plus, Первый канал, RTR Планета, Россия 24, Девятый канал, Израиль, Ностальгия, Беларусь 24, Интер Плюс, СТС, Русское кино и телеканал Время. Друзья, поделитесь радостью с теми, кто вам дорог. Расскажите им об уникальном пакете RTN Platinum. Приведите в семью RTN ваших друзей и близких. Примите участие в программе «Добрые соседи» и получите кредит 25 долларов за каждого нового подписчика. Звоните 1-800-222-27-86, 1-800-222-27-86. Пакет RTN Platinum – телевидение для всей семьи. По вопросам подписки звоните 1-800-222-27-86. RTN Platinum – лучший выбор. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». Сегодня у нас в гостях Сэнди Симона Левитан, автор и исполнитель моноспектакля «Лост ин Львов». Я хочу еще добавить, что этот моноспектакль из самого произведения, оно получило приз, главный приз здесь, в Нью-Йорке. В конкурсе это было на Бродвее. И приз заключался в том, что автору Сэнди Симоне была дана возможность поехать в Варшаву. Поехать выступить в Варшаве со своим спектаклем. И она взяла с собой маму. Но Варшава недалеко от Львова. Нет, очень близко. То есть вы думали с самого начала, что вы заедете во Львов? Я всегда думала, что один день я поеду обратно в Львов. Потому что я пишу. Ты написала «Лост ин Львов». Да, и мне так интересно. Я всегда смотрела фотографии и слышала все эти истории. Когда я была маленькая, я говорю, я хочу это видеть. И все говорят, нечего видеть, ничего не осталось, никто там. Я говорила, нет, я хочу поехать. И все говорят, они не будут тебя хотеть смотреть, ваши истории. Никто не хочет. Я сказала, нет, один день я поеду. И когда я в Варшаву, они меня пригласили, я сказала, мама, ты со мной едешь, и мы идем во Львов. И сразу она как радовалась, и папа не радовался. Почему папу это не очень? Я чувствую, что он не хотел, чтобы ничего случилось с нами. И мы как девочками там гуляем. И как я говорила, что мне интересно сделать что-то красивое от что-то больного. И я чувствую всегда, что их воспоминания очень больные от их жизни. И я хотела видеть, я хотела, чтобы мама увидела что-то красивое, что я знала, что когда мы приедем, оно не будет, как оно было, когда оно уехало. И? И? Она плакала, радовалась, она как не могла, она имела как мурашки, да? Да, да, мурашки. И мы за 24 часа мы приехали, и сразу к ней первая квартира, где она жила как девочка. И она за 24 часа мы ходили везде. Ее школу, где она гуляла с подружкой, где папа и мама замуж вышли, где они гуляли. И где дедушка, какой я никогда не встретила, где он похоронен. Да, да. И мы все видели, и я не могла верить, что это как сказка любого, оно точно как сказка. И я хотела остаться и понемножку еще как сама быть. Я всегда думала, как я хотела видеть, где они гуляли, где они имели ихние experiences, что я сейчас ихний возраст, у меня другая жизнь, и мне было так интересно. И мама очень рада, что она поехала. Именно вагон, когда мы ехали туда от Польши, мы спали на вагон, да? На полке, я не знаю. Да, на трамвай у нас был. Трамвай. И было немножко страшно, когда мы спали, вот этот вагон, и мама сказала, да, ты хочешь ехать? Только давай посмотрим. А, это из Польши вы ехали туда, в спальном вагоне. Да, да, да. Но было мне интересно. И когда мы приехали, и я, первый шаг, что я как стала в этот, в этот, в этот train station, и я, и мама мне говорила, такие страшные истории, что случилось там, как они бегали, когда они уезжали. И я не могла верить, я как, я не могла верить, что я здесь. И то же самое, мама, она просто обалдела. И она сказала, знаешь, я обратно поеду. Еще приеду? Да. Возьму папу. Да, папу в следующий раз. И говори, скажи, пожалуйста, а дедушек, дедушек и бабушек уже твоих нету? Да, да. А дедушка, он меня, он был как мой няня, няня, няня. Да, и он все говорили, что мой дедушка Григорий Семенович был очень известный профессор, engineering professor во Львове, все знали его. Но ты говорила, что он был лучший из лучших. Да. Дедушка твой. Ну, понятно, дедушки, они все самые лучшие, но в то же время, почему он был самым лучшим? Он был со мной, он был как настоящий мужчина. Он всегда ко мне, когда я помню, он всегда игрался со мной с галстуком. Что ты сказала? Он был одет в галстук? Да, конечно. То есть он никогда в пенджаме не ходил? Нет, нет. Он, по-моему, даже спал в галстуке. И он со мной все, он меня все учил и игрался. И когда я выступала, когда я была маленькая бабочка, и я сказала, дед, ты сиди, я буду выступать. И есть видео, так, он меня смотрит, да, да, да. И так как, когда я пела у нас в школе или выступала, он всегда от Бруклина ехал в Нью-Джерси. Это мамин отец? Да, да. И со мной он меня называл птичка. Да, и он говорил, сенечка моя птичка. Скажи, пожалуйста, ну вот, имея такую вот дедушку, который спал в галстуке, условно, условно. Наверное, тяжело найти себе молодого человека, который бы... У тебя уже, наверное, есть образ какой-то вот молодого человека, которого бы ты хотела встретить, да? И когда мама тебе говорит, ой, здесь хороший мальчик, я хочу тебе познакомиться, то ты, наверное, уже заранее от него требуешь чего-то такого, что он не может, нет? Ну, последнее, кто мама хотела меня познакомить, я говорила с ним на телефон, он был хороший, русский, еврейский мальчик, да, да, такой хороший. И я узнала, что он... я сказала, ну, а что ты сделал в прошлой неделе? Я в Атлантик-Сиде гулял, мне неинтересно. А где ты живёшь? Он меня спросил, где вы живёте, а я сама в Нью-Йорке, у меня квартира. Сама? А где вы живёте? С мамой в бейсменте. Нет, я не могу. А что ты хотела, чтобы он тебе ответил, что он живёт в бестминстерском дворце? Нет, что он самостоятельный, он работает, он... Мама не приготовляет кушать для него, он знает, как... Мой папа, когда мама приходит с работы, она имеет gourmet meal. Вау. Да. А папа работает? Да, конечно, работает. И он успевает приходу маму всё сделать? Да, да. Ты считаешь, так это нормально, это хорошо? Я думаю, что две люди нужны вместе, они нужны... Ты готовишь? Да, конечно. Ты любишь готовить? Да. Ты вкусно готовишь? Очень вкусно, очень healthy готовлю. Я салат оливия не знаю, как готовить. Хорошо. Но я хочу, чтобы вы посмотрели ещё один фрагмент, видеофрагмент, чтобы вы посмотрели, что Сэнди Симона, она и готовит, и вкусно, и знакомится, и живёт отдельно, но она актриса. Смотрим второй фрагмент. Это как я начинаю всегда, я вижу, и я как... Это перед началом спектакля, да? Да. Ты вот медитируешь? Да, я медитирую, и потом я сижу в аудиенте, где они будут меня смотреть. Я каждый стул, я сижу там. А, ты идёшь в зал, да, садишься там, и смотришь на сцену, как это смотрится, да? Это как я в блоге, да, как я... Я тоже не только написала, выступаю, я тоже режиссёр, продюсер, всем нужно меня спрашивать, все вопросы, я не могу просто выступать. Костюмы я разбиваю. Ну, может, да, вы что-либо обтыкаете? Это музыка, они у меня все оригинальные, это не просто... Ну да, ну да. Туфли тоже оригинальные? Да, конечно. Это костюм, я хотела костюм, чтобы было как советский школьный юниформ. А, вот так, да? И у меня была фотография, мама, как она... Она вот такой костюм, и кто-то мне зашил вот такой план. А сейчас в Варшаве и в Украине, когда я была, я купила новый костюм. Настоящий. Ну, все знают... Это ты на спе, как север? Нет, нет. Ты не играешь на музыкальных инструментах? Нет, я пою. Ты поешь? Да, я пою. И играешь? Нет. А, только поешь? Да, я так хочу играть на аккордеон. Аккордеон? Да. Ох, я так хочу... Не на гитаре, а на аккордеоне? Да, только на аккордеон. Ну, я... У меня нету времени, я столько много хочу знать и делать. Да. Хорошо. Сейчас мы попросим показать номер телефона, чтобы наши телезрители могли пообщаться с тобой тоже. Окей. 421-461-1384. Это прямой телефон в студию. У нас в гостях Сэнди Симона Левитан. Актриса, журналист... Ты можешь перечислить, кто ты есть? Нет, я не есть. Ну, 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 давай. Да. Актриса, журналист, режиссер, choreographer... Хореограф, да. Хореограф, да, как есть. Да. Я пою. Танцую. Танцую. Ну, достаточно, наверное. Да. Сколько ты часов спишь в день? Восемь. Нужно восемь. Или больше, если я могу. Потому что я не гуляю. Я работаю, и я занимаюсь с мою... После работы я мою работу делаю. А что ты хочешь достичь? Ты хочешь стать писателем? Ты хочешь стать самой знаменитой актрисой мира? Да. Ты хочешь стать... Ну, я уже понял. Да. Что ты хочешь стать и мамой, ты хочешь стать и бабушкой. Это все понятно. Но самое главное, чего ты хочешь добиться? Я хочу написать книжку, книгу, и я хочу всегда как... Окей. Я хочу представить вот такие монодрамы не только для меня, но учить люди, чтобы они имели возможность, чтобы они их истории написали и превратили в спектакль или книжку. Чтобы научить им, как вот это все сделать. Чтобы они свои истории рассказали, свою жизнь рассказали. Да. И тоже я хочу... Что мне интересно, это как еврейское, русское, украинское, ну, еврейское. Это мне интересно, это вот такое как арт, и театр, и фильм. Я хочу писать и выступать. Вот этот жанр. Это что мне самое интересное. Мы еще с тобой не коснулись одного очень интересного момента, который мне интересно, это еврейство. И вообще как бы ты к этому. Но вначале мы все-таки начнем брать потихоньку звонки. У нас сейчас на линии Фира. Фира, Фира Стукельман, насколько я понимаю, да? Да, добрый. Здравствуйте. Я бы был очень удивлен, если бы в такой вот встрече, такой передаче я не услышал вашего голоса. Да, слушаем вас, Фира. Боря, мне так приятно слышать, и с таким уважением к этому ребенку, я даже не скажу девушка, а ребенок. Она такая изумительная, и мне гордость для нашей общины, что у нас есть такие дети. Она молодец, что ты стремишься, молодец, что ты хочешь быть актрисой. Я должна сказать своим родителям, чтобы они тобой гордились. Ну, я уверен, я уверен, что они уже гордятся, уже гордятся. Запишите мой телефон. А у вас что, есть мальчик? Запишите. Фира, хорошо, хорошо, у меня есть ваш телефон. Спасибо. Спасибо, Фира, все будет нормально. Спасибо большое. Спасибо. Так, теперь у нас Светлана, Бостон. Может быть, тоже мальчик? Да, я хочу выступать в Бостон. Светлана, здравствуйте, вы с нами. Здравствуйте. Я вам что хочу сказать. Спасибо вам за такую передачу. Симона просто пересть. Сэнди Симона. Я вот еще не знаю, но вот я сегодня увидела, я не могу оторваться от телевизора. Веселая, энергичная, ну, просто прелесть, девочка. Спасибо. Значит, не только я очаровался. Молодец. И такая, с уважением к родителям, смешные, смешные, словечки говорит по-русски, так интересно, даже приятно очень. Симона, ты такая молодец, просто прелесть. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Спасибо тебе. Держи, чтобы у тебя все было хорошо в этой жизни. Спасибо, спасибо, Светлана, Светлана, спасибо. Ну, теперь мы, все-таки я хочу задать этот вопрос. Он меня всегда интересует, очень волнует. Скажи, пожалуйста, ты себя чувствуешь кем? Американкой, русскоговорящей еврейкой, просто еврейкой, просто актрисой, просто девушкой молодой. Кем? Кто ты? Я пишу про это у меня в ПИС, что я всегда не чувствовала, что я как американка, потому что я в школу пошла, и я там по-английски говорила, и все было как американское, а когда я дома была, было по-другому немножко. И я не чувствовала, что я русская, потому что когда настоящие русские приехали из России, я, я, они говорили, нет, ты неправильно говоришь, ты не русская, ты американка, но я так хотела с ними подружиться, я хотела, как они одевали, они хотели, как я одевалась, я хотела, как они одевались. Это какие годы, когда это было? В 1990-е, вот так. В 90-е. Да, да, но мне было всегда интересно, музыка, было, как, я чувствовала... И это продолжает быть интересно? Да. Русская, да? Да, очень, но что случилось, я не понимала, почему мы евреи, но мы не имели, как все другие евреи, мы не шли в синагогу, как все, ну, мы... Это там или здесь? Здесь, в Нью-Джерси, и в Советский Союз, но вообще... Ну, понятно, да. Но я хотела быть, как настоящая русская, еврейская, американская, я всегда хотела быть настоящая, и мама всегда говорила, Сэндичка, мы не можем это все делать, и я не понимала, почему мы, как с Украины, со Львова, но когда я говорила, мои родители, мы русские, американские, еврейские, и люди говорят, а вы от Украины, вы Украины? Я говорю, нет, мы русские, еврейские, американские, и я не понимала, и потом, когда я поехала в Украину только что, и даже в Варшаву, в Польше, я видела, что мы все то же самое, мы только мы люди, и мы как... у нас душа то же самое. Похожая душа? В смысле, еврейская душа или русская душа? Люди. Вы люди. Понятно. Что нам скажет Нью-Йорк Зина? Здравствуйте, Зина, вы с нами. Да, доброе утро. Доброе. Я очень восхищаюсь с этой девочкой, Сэндии. Как она разговаривает по-русски, она должна гордиться своей мамой, и ее мама очень счастлива, что побывала в Польше. У моего мужа покойного, отец похоронен в Польше, мы с Кишинева, и он никак не мог туда попасть, не разрешали ехать туда. Ваша мама очень счастливая. Будьте здоровы, чтобы все у нас и себя все были здоровы. Спасибо, Зина, спасибо. Ну, давайте еще звонок возьмем, звонков много. Давид, Филадельфия у нас. Давид, здравствуйте, вы с нами. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Борис, здравствуйте, Сэнди. Здравствуйте. У меня к вам вопрос не по поводу того, что вы все рассказали, а по поводу того, что вы еще не рассказали. Не рассказали. Да, да. Я бы хотел узнать веб-адрес вашего блога. А, да. Блог sandysimona.blogspot.com Повторите, пожалуйста. Сэндисимона.бlogspot.com И можно... После... после... E-L-O-G... Правильно? Нет? Да, 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 Blogspot. Если, я думаю, что если вы наберете Сэнди Симона на Google, то вы обязательно попадете в этот блог. Мы не будем сейчас больше... Сэнди.com? Да. Да, да. Все, Давид, всего хорошего. Я то не успею задать свои вопросы. У меня тоже есть. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз была в синагоге? Последний раз в Варшаве я была... Ну, 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 когда я была... В Варшаве мы очень много еврейских музеев пошли. И, ну, последний раз я была в синагоге, как была в Лос-Анджелес. Какой это было? Ну, смотри, Лос-Анджелес. Ты уже сколько в Нью-Йорке после Лос-Анджелеса? Я приехала в февраль. То есть уже полгода, ну, уже скоро полгода это будет, да? О, февраль. Да, да. Значит, вот полгода ты в Нью-Йорке не заходила никуда. Почему? Я бы хотела найти синагог какой-то не для религиозных... Не очень сильно религиозных, да? Ну, где я могу как учиться, как быть, как enlightened, как сказать по-русски, an enlightened person, что мне интересно слышать как lectures, rabbi, кто может учить не просто Torah, но как вот это Torah перевести в жизни. Это мне интересно, и когда я была в Лос-Анджелесе, у меня была группа музыканцев, и это была пара муж и жена, и муж, он пел, он был кентер в синагоге, и они меня пригласили, и я как я, и даже мы выступали в синагоге в Лос-Анджелесе. И мне так понравилось, как там rabbi, как он говорил, и это было как... Я понимала, как он, что он учил, и я никогда не могла найти здесь, когда я была как маленькая... А вообще ты читала историю евреев, ты интересуешься этим, знаешь? Да, когда я была в университете, мне было... Я никогда не учила, когда я была маленькая, я шла в Hebrew School, но мне не было интересно, оно не было как правильно для меня, я хотела знать что-то немножко другое, или учиться другое, и когда я была в университете, я нашла... The history, переводи, я не могу сказать... Говори, говори, говори. The history of Yiddish theater and film. История еврейского театра и фильма. И всё. И после вот этот класс я хотела знать всё, и потом я училась... The Old Testament, the Torah, я училась. И это мне было интересно, потому что я учила как не только регулярно про кто я, кто мы, но и как мы чувствуем, как the art. Да. Ну вот я хочу показать ещё несколько фотографий, всё-таки мы опять и опять возвращаемся к тому, что ты и автор, и исполнитель. Вот у нас есть фотографии, мы пройдём сейчас вторая, третья, четвёртая, пятая и до, 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 до седьмой, да, шестая, последняя фотография. Вот сейчас мы посмотрим. Да, уже есть. Это... Объясняй, пожалуйста. Это что у нас? Я выступала в Peace в Los Angeles, это на улице. А, представление было просто на улице, да? Да, я очень многое другие, как театр, кафе, и вот этот я выступала на улице, в Downtown Los Angeles, но... Прекрасно. Да. Окей, следующее. Вот это, когда я получила первую премию в Hollywood Fringe Festival, это в Hollywood я выступала, вот этот фотография. Понятно. Следующее очень выразительное такая фотография. Это первый раз я представляла целый Peace, первый раз музыканты, и я тоже, я вот, был вот такой фестивал, я называлась «Загизунд», и это был театральный фестивал для русских и еврейских художников, чтобы они могли иметь как место, где они будут выступать их специальности. И я, мой пись был, как вот этот, как самая главная пись, и у меня был художник, она очень красиво выступала, её paintings, и там была комедия, и они все были русские и еврейские, и вот этот фестиваль. Это у нас уже, это в Нью-Йорке, да? Да, это в Нью-Йорке, и это в Варшаве, вот эта фотография. А это в Варшаве было? Да. Понятно. Понятно. Ну что ж, я думаю, что мы убедили наших телезрителей, что ты действительно актриса. Мы убедили телезрителей, что ты творческий, интересующийся и открытый человек. И, наверное, все, видишь, звонящие говорят о том, что они желают тебе добиться того, чего ты желаешь. Скажи, пожалуйста, вообще тяжело стать актрисой в Америке? Да, конечно, тяжело. Я, у меня очень много работы, чтобы я могла зарабатывать, чтобы я как могла жить. И потом всегда нужны новые фотографии, новый веб-сайт. Мне нужно ухаживаться, чтобы я как всегда... Ухаживаться. Да, ухаживаться, я не знаю. Кто-то сейчас получает удовольствие, слушая твои слова. Но они, в то же время, они отражают какую-то историю. Тебе нужно ухаживаться. Да. Тебе надо, чтобы ты делалась, чтобы за тобой ухаживали, и надо одеваться. То есть, то же самое, что ты ходишь. Надо тоже иметь время, чтобы я имела как время, чтобы я inspiration, чтобы я имела время, чтобы мы как идеи имели место, чтобы я имела... Выражала себя. Да, мне нужно иметь как тихо, чтобы я могла что-то придумать. И я работаю очень много, но когда мне нужно просто уехать, и быть сама, и... Ты любишь бывать одна, одна, одна. Не всегда. Не всегда. Я это понял. Да. Я уверен, что многим сегодня показалось, что есть очень-очень интересные люди, вот такие, как ты, и поэтому жизнь впереди еще большая и интересная не только у тебя, но и у тех всех людей, которые тебя окружают. Это очень важно, потому что ты несешь этим людям тепло, улыбку, хорошее настроение, оптимизм. Это, наверное, самое важное. Да. Я желаю, чтобы у тебя всегда было такое ощущение, а у людей, которые тебя окружают, твоих близких, всегда было ощущение, что ты уникальна. Спасибо. У нас в гостях была Сэнди Симона Левитан, автор и исполнитель моноспектакля Lost in the Wolf. Я благодарю Сэнди, и я благодарю вас, уважаемые телезрители, что понедельник утром вы провели вместе с нами этот час и начали свою хорошую неделю. Всего доброго. С вами был Борис Тенсор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok